Как приглашать бизнес-партнеров на мероприятия так, чтобы они приходили. Если вы в этом бизнесе не новичок, вы отлично понимаете, что без посещения мероприятий успеха, да любого какого угодно, хотя бы даже среднего результата в этом бизнесе быть не может. Но наши бизнес-партнеры это часто недопонимают. Итак, что же с этим делать? Первое, давайте разберемся в причинах, почему такое происходит, почему не хотят партнеры иногда посещать мероприятия. Причина всегда одна. Что бы они вам ни говорили, у меня нет денег, у меня нет времени, мне сейчас не до этого, у меня дети, у меня внуки, у меня правнуки, собачки, кошечки, хомички болеют. Что бы вам ни говорили ваши бизнес-партнеры, причина всегда одна. Они не настроены серьезно заниматься этим бизнесом. Они не настроены применять в жизни все то, что они могут получить на этом мероприятии. Давайте задумаемся, если человек увлечен футболом, его не надо уговаривать ходить на чемпионаты, посещать чемпионаты футбольные или по телевизору, или в реальной жизни. Человек сам хочет. Если вы увлекаетесь латиноамериканскими танцами, бильярдом, хоккеем, чем угодно, хоть вышиванием крестиками, вы с удовольствием будете читать книги об этом, вы с удовольствием будете посещать мероприятия, где можно познакомиться с профессионалами, единомышленниками, которые тоже занимаются этим делом. Поэтому, что бы ни говорили наши бизнес-партнеры, неважно. Причина в одном. Они не настроены на этот бизнес. Следующий момент. Почему структуры не посещают мероприятия? Ну, вполне понятно, можно провести логическую цепочку. Как мы уже говорили в предыдущем слайде, человек, не желающий посещать мероприятия, не настроен на бизнес. То же самое касается и структур. Первый пункт. Структура не настроена на серьезное занятие бизнесом. Почему? Причина, как всегда, тоже одна. В структуру подается мало мотивации. Мотивация – это кровь в жилах нашего бизнеса. Обратите внимание, я сейчас говорю даже не о знаниях, не об опыте. Я говорю только о мотивации. Потому что знание, опыт и прочие важные моменты являются следствием мотивированности руководителя структуры. Структура не настроена на бизнес в тех случаях, если в нее подается недостаточно мотивации. Следующий момент. Почему структуру подается мало мотивации? Причина тоже одна. «Недостаточно мотивирован спонсор». И тут возникает вопрос. Это проблема решаемая? Потому что часто спонсоры сами не пытаются серьезным образом приглашать на мероприятия своих бизнес-партнеров, потому что они размышляют так. «Как я могу во что-то вовлечь своего бизнес-партнера, если сам нахожусь значительно ниже точки энтузиазма?» Вопрос в том, что именно когда человек находится ниже точки энтузиазма, ему имеет смысл вовлекать свою структуру в мероприятие. Потому что иначе она уснет вообще. Уснет насовсем и навсегда. Как бы замкнутый круг получается, да? Если спонсор не мотивирован, именно тогда ему необходимо воспользоваться мероприятиями как своего рода экстренным лекарством. И эта проблема, безусловно, решаемая. Сейчас мы с вами рассмотрим модель, очень эффективную, проверенную многократно мной на практике, эффективную и простую модель приглашения, эффективного приглашения на мероприятие. Первый пункт. Убежденность необходимости мероприятий. Второй пункт. Подготовка к приглашению. И третий. Сама по себе уже идет эффективная структура приглашения. Рассмотрим их по очереди. Пункт первый. Убежденность необходимости мероприятий. Если спонсор сам не убежден в том, что посетить это мероприятие очень важно, очень нужно и будет реально полезно и практично, то, естественно, у него не получится хорошо собрать свою структуру, собрать значительную часть структуры на это мероприятие. Поэтому первый пункт. Убежденность. Давайте рассмотрим вкратце, зачем нужны мероприятия. Часто люди совершают большую ошибку, грубую ошибку, считая, что мероприятие – это возможность получить знания. И когда они приходят, они были на прошлом семинаре, и там говорили о мотивации. А потом они приходят на следующий семинар, и там тоже говорят о мотивации. Они говорят, а, мотивация? А, я это уже знаю. Или говорят о рекрутировании. А, рекрутирование? Об этом уже говорили. Важность мероприятий заключается в первую очередь в мотивации. В том, что все люди, кто посещает мероприятия, пополняют свои энергетические аккумуляторы желанием и верой в успех. Желанием реализовать какие-то свои мечты и верой в успех. Мотивация. Общение с теми, кто может. Общение с теми, у кого получается. Это результаты, реальные практические результаты. У человека не получается, он видит множество других, у которых все замечательно в этом бизнесе получается. И он видит, что они обычные люди, не вундеркинды, такие же, как он. Мотивация – это первый пункт, почему необходимы мероприятия. Второе. Новое знание, методы, техники построения бизнеса и развития личности. Ну, об этом мы все с вами знаем. Об этом пункте. Третий пункт. Повышение эффективности того, что мы уже знаем. Второе. Множество сетевиков очень многое знают об этом бизнесе. Но столько знают, что могли бы написать много книг. Но, тем не менее, у них не очень хороший результат. Это что означает? Это означает, что им не так необходимы знания, как повышение эффективности. Более эффективно применять то, что ты уже и так знаешь. Это третья причина, почему необходимо посещать мероприятия. Четвертое. Корректировка фокуса. В этом бизнесе у нас очень большое количество задач. Очень большое. И часто у сетевиков совершенно разного уровня фокус сбивается. Я пишу статьи на разные темы, на сайте выставляю. И часто люди пишут, спасибо, Александр, напомнили мне об этом, об этом, об этом. Давно об этом знаю, но в какой-то момент перестала применять. Эффективность наша зависит также от фокуса. Удерживать 5, 7, 8, 15 важных вещей в поле зрения достаточно трудно, потому что очень большой диапазон задач в этом бизнесе. И это четвертая причина необходимости мероприятий. Пятая причина. Мощные словообороты и аргументы. Выступающие крупные лидеры на мероприятиях часто известные вещи, касающиеся того, как убеждать своих бизнес-партнеров, как привлекать, как работать с возражением. Известные вещи говорят настолько мощно, с такими красивыми аргументациями, что само по себе это бесценная вещь. Очень долгое время, да и сейчас я продолжаю, когда я посещаю мероприятия, записывать интересные словообороты. Иногда они намного важнее, чем само понимание голой сути вопроса. И наконец, или не наконец, истории достижений и преодолений. Истории это очень сильный инструмент. Вы об этом знаете, говорить подробно об этом не будем. Итак, 6 пунктов вы увидели, почему необходимо посещать мероприятия. Для того, чтобы спонсор смог пригласить своих бизнес-партнеров так, чтобы они пошли в первую очередь, ему надо понимать, зачем он это делает. Не просто потому, что его спонсор сказал, или компания сказала, собирайтесь все, это надо. Необходимо понимать, какую пользу это может принести. Второй момент, второй пункт приглашения. Эффективная экспресс-самомотивация. Экспресс-самомотивация. Если спонсор недостаточно мотивирован, то ему в любом случае надо идти к своим партнерам и звать их на мероприятия компании. Но не просто встать с постели, протерев глаза и пойти. Необходимо определенным образом настроиться, зарядиться определенной энергетикой. Если уровень мотивации недостаточно высок, это очень важно в квадрате, скажем так. Что я предлагаю? Простейшие моменты. Вспомните, когда бывало так, что с устатку мы поздно просыпались и чувствовали себя вареными, чувствовали себя невыспавшимися, уставшими после вчерашнего или позавчерашнего. Достаточно облиться холодной водой, достаточно просто умыться холодной водой, принять душ, сделать зарядочку, и 5-10 минут и совершенно другое самоощущение. Это совершенно известная всем вещь. Зарядка здорово помогает. Собираетесь идти, приглашать, да неважно, на что угодно, мотивировать, проводить мотивационные встречи с бизнес-партнерами, сделайте перед этим 5-10 минут зарядку. И вы почувствуете прилив энергии. Это обычная наша физиология. Второй момент. 15 минут, почитать 10-15 минут, почитать какую-то вдохновляющую книгу или посмотреть какое-то вдохновляющее видео. Это также повышает наш настрой и собранность, фокусировку на определенные вещи. Третий пункт. 10 раз, ну этот пункт я применял с удовольствием, и это помогало, можете попробовать и вы. 10 раз написать, но только не первым пунктом, а именно третьим. Сначала зарядка, потом видео или книга, а затем 10 раз написать, я открываю новый успех в бизнесе, новый уровень успеха в этом бизнесе, новое дыхание в этом бизнесе. Четвертое. По пути, когда вы идете к своим бизнес-партнерам, не пытайтесь подбирать слова какие-то, формулировки. Вы уже настроились, вы уже настроились, расслабьтесь, и когда вы идете на встречу с бизнес-партнером, думайте о своих целях. Думайте о том, как будет здорово, когда вы откроете новое дыхание в этом бизнесе, когда вы выйдете на новый уровень в этом бизнесе, когда вы поедете в ту страну, в которую вы мечтали поехать, когда вы сделаете ремонт, приобретете новый автомобиль. Вот о своих целях думайте, как будто они уже вот-вот должны произойти. Вот только об этом думайте. Итак, экспресс, самомотивация. Все вместе, ну кроме четвертого пункта, это занимает 20 минут, может быть, времени. И вы уже в тонусе, вы готовы, достаточно кровь по жилам гуляет, вы готовы достаточно эффективно поработать. А теперь давайте посмотрим следующий пункт, третий пункт, структура приглашения. Мы встречаемся с нашим бизнес-партнером. Естественно, первый пункт – вхождение в контакт. Сразу сходу от дверей, пошли со мной на мероприятие, хочешь, нет, я пошел дальше. Не работает, конечно. Надо сначала войти в контакт. Немножко. Не так, чтобы из этого пошел длинный разговор о рутине, длинный обмен новостями, обсуждение политики. И 5 минут, буквально 5-7 минут, 10 минут, в зависимости от того, насколько близко знакомы мы с человеком, пообщаться, войти в контакт. Второй пункт – как твой бизнес? Люди, наши бизнес-партнеры, у которых бизнес идет не очень хорошо, и они, соответственно, не сильно вдохновлены, не сильно мотивированы, они избегают говорить о бизнесе. Поэтому нам нужно эту тему завести самостоятельно. Как твой бизнес? Что мы услышим в ответ частенько от немотивированного бизнес-партнера? Мы услышим, да, ты знаешь, мне сейчас не до этого, у меня сейчас на работе проблемы, мне сейчас нужно порешать. Ну, вы знаете, стандартный вариант, стандартный джентльменский набор. Но мы этот разговор завели. То есть у тебя в бизнесе не очень, да, ты не сильно сейчас настроена на бизнес, да, а не очень получается, да? Да. Хочешь открыть новое дыхание в бизнесе? Сейчас есть замечательная возможность. Хочешь сделать новый рывок в бизнесе? Помнишь, у тебя когда-то здорово получалось? Помнишь, ты быстро набрала группу 10-15 человек, как ты была серьезно настроена? Ну, потом у меня перестало все получаться, люди ничего не делали, закончились знакомые и так далее, да? Вопрос – хочешь открыть новое дыхание? Я не сильно уверен, что у меня получится. Не важно, мы не верю, не верю играем. Вопрос – хочешь или нет? Конечно, хочу. Любой человек хотел бы, чтобы его доходы увеличились. Следующий пункт – позитивный багаж. Расскажите о том, какие изменения произошли за время отсутствия вашего партнера в бизнесе, за то время, что вы не общались. У вас заранее должен быть такой уже багаж с собой заготовлен. Кто вышел на новые уровни? Кто получил какие премии? Кто от компании ездил путешествовать? Кто вырос из ваших других бизнес-партнеров? Как выросли вы, если вы выросли? То есть это позитивный реальный жизненный багаж. Примеры успеха сейчас, за последнее время. И, естественно, мотивирующие новости компании. То есть то, что человека должно зацепить, вдохновить. Вы показываете человеку, что то, что у него не получалось, это не означает, что бизнес плохой. Это просто означает, что он немножко неправильно его делал, неправильно применял стратегии. Пятый пункт. Переходим непосредственно к приглашению. Хочешь открыть новое дыхание? У других получается новая волна. Великолепные акции компании. Хочешь открыть новое дыхание? Давай вместе. Сейчас есть такое мероприятие, через неделю будет. Просто великолепная для тебя будет ступень. Ты оттолкнешься от этой ступеньки. Там будут такие спикеры. Там будут такие лидеры компании. Ты оттолкнешься от этого мероприятия, как от ступеньки. А я получил также новую информацию. И знаю, как тебе сейчас более эффективно решать те проблемы, которые у тебя не получалось решать ранее. Оттолкнешься как от ступеньки и сделаешь новый рыбок в бизнесе. Давай, вперед. Вот вам и все приглашение. Подведем. А, забыл про шестой пункт. Шестой пункт. Работа с возражениями в ключе желаний. Когда вы приглашаете партнера на мероприятие, даже если вы предварительно прошли все описанные пункты, партнер все равно может возражать. Так вот, если вам партнер говорит, у меня нет денег, не пытайтесь найти решение вопроса, где ему взять деньги. Если он говорит, у меня не на кого оставить своих детей дома, не пытайтесь решить эту проблему за него. Работайте в ключе желаний. Человек всегда может решить любую проблему, если он хочет. Если для того, чтобы максимально эффективно работать с возражениями бизнес-партнеров, необходимо работать в ключе желаний. Говорить о его желаниях, о его целях, как они могут быть реализованы, что изменится в его жизни, чем это ему полезно. И он сам, если вы будете хорошо работать с его желаниями, он сам найдет способы, как решить, преодолеть эти препятствия между им и мероприятиями. Он сам эти решения найдет. И итог эффективного приглашения. Первое. Необходимо быть убежденным в том, что это надо. Мероприятие необходимо. Второе. Подготовка к приглашению. Заранее 15-20 минут хорошо настроиться, стряхнуться, разогнать кровь, облиться холодной водой, если вы этим занимаетесь. Очень хорошая, кстати говоря, тема. И третий пункт. Эффективная структура приглашения. Это все, чем я хотел поделиться с вами сегодня, на нашей очередной встрече. Это видеофрагмент семинара, как сделать приглашение, от которого нельзя отказаться. И тема нашей следующей встречи, очень интересная, жизненная и бизнесовая, если так можно сказать, тема. «Как стать везучим синусоида успехом». Приятно было с вами поделиться, друзья. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова